В Люберцах стартовала 53-я спартакиада среди команд школьных спортивных клубов. Первый день соревнований был посвящен легкой атлетике. Ребята более чем из 20 образовательных учреждений пробежали несколько дистанций и поборолись за лидерство в прыжках в длину. Уже 53 года подряд объединяют люберецких школьников масштабные спортивные соревнования. Первый день был посвящен легкой атлетике не случайно, ведь именно ее считают королевой спорта. Чтобы принять участие в забегах на 100, 500 и 800 метров или прыгнуть в длину, молодые люди должны были пройти предварительный отбор. Проходят предварительные старты у них в школе, учитель смотрит, кто из них лучший и на основе этих данных берет их на соревнования. Контролируют результаты опытные судьи. Вот, например, Татьяна Николаевна Костюшенко за время работы в спортивной школе провела 52 таких спартакиады. Говорит, раньше подготовка у детей была лучше. Высшие результаты были на 400, на 800 метров, это точно. Ребята в прыжках в длину у нас в младшем возрасте даже прыгали за 6 метров. А сейчас и девчонки тоже за 5 метров. Сейчас немножко хуже результаты. Однако современная молодежь сдаваться не собирается. Большинство из них осознанно выбирают занятия спортом и здоровый образ жизни. Во-первых, здоровое будущее. Во-вторых, ты приманиваешь в себе людей, больше знакомств, круг общения увеличивается. Люди стремятся с тобой общаться и поэтому можешь на этом развивать свою жизнь, строить карьерный рост. Спорт еще силу воли развивает. У победителей этих соревнований по легкой атлетике даже есть свои уникальные секреты тренировок, которые дают высокие результаты. Я занимаюсь футболом, люберецким торпедом и мне дают добираться пешком минут 20. И вот я каждую тренировку от дома до торпеда просто бегал, не останавливаясь. И вот эти два года дали мне вот результат, с помощью которого я сейчас занимаю призовые места на этих соревнованиях. Впереди у этих люберецких школьников насыщенная программа спартакиады. Соревнования по волейболу, мини-футболу, баскетболу, лыжным гонкам и многое другое. Всего 10 видов спорта, где ребята еще смогут показать, на что способна современное молодое поколение. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.